Мой друг Яков Басых, автор проекта Мифиус, издал второй релиз на Вениле. Первый вышел еще в далеком 2016 году, двойное собрание сочинения Фантасмагория. Кратенький архаичный обзор есть на канале, пластинка у меня тоже в коллекции. Вот и второй сборник попал ко мне, кстати, оба отпечатаны на ультре. Итак, Shadow Play, альбом в стиле Neoclassica. Никаких вокальных партий, только электронное пианино. Пластинка вышла в цвете серый мрамор и медь. Прямо наисвежайший релиз, вышедший в этом месяце, мне на руки попали аж 4 экземпляра. Помимо вышеупомянутых двух, тест-пресс и даже промежуточный вариант, полученный между партиями серого и медного цветов. То есть, некий гибрид, сочетающий себе гранулы обоих партий. На мой взгляд, это прямо самый красивый экземпляр. Один у меня, второй у автора. И не стану скрывать, что мой оказался красивее. Что по конверту? Отличное оформление и исполнение. Глянец, качество полиграфии на высоте, сзади трек-лист, фото музыканта, ниже благодарности, в которые затесался какой-то автор YouTube канала. Честно, не думал, что окажусь в списке благодарностей, хотя до того, как издался винил, конечно, произведение в цифре слушали и обсуждали. Издан винил на лейбле «Металл Ренессанс». В количестве 100 копий по 50 каждого цвета. Что по самим пластинкам? Тестовый пресс я получил еще до основного тиража, примерно месяц назад. С него прослушивание и начал. На тот момент еще даже конверты готовы не были. Получив финальные версии пластинок, прослушал и их. Что скажу? Медные пластинки имеют шум массы. Кстати, не раз замечал такой же эффект на серебристых и золотых пластинках. И дело тут не в ультре, а скорее в составе самих гранул. Поскольку и на чешских пластинках этих же цветов масса тоже хуже остальных. Что же по серому мрамору, то, на мой взгляд, по качеству массы он не уступает черному тест-прессу. Винил тихий, не гудящий и практически не щелкающий. Центры не смещены. На фортепиано плавание звука, но это просто кровь из ушей. Поэтому в плане контроля качества, ну, пришлось поднапрячься. Что по звучанию? Электронная пианино, конечно, не рояль. Вот, кстати, было бы интересно услышать вот эти произведения на хорошем рояле. Но звучит альбом вполне годно. Местами очень гнетуще, атмосферно, а местами прямо позитивно и жизнерадостно. На виниле есть даже колыбельное, на которое дети реагируют прямо с первых нот. Удивительно. Вообще, если коротко, то музыка, конечно, не для всех. А первостепенно для любителей фортепиано. Ну, скажу так, послушав пластинку уже в третий раз, я понял намного больше. При этом не заставляя себя в удовольствие. Есть очень интересные произведения. Причем их расстановка тоже кажется порой логичной, а не произвольной. Релиз заслуживает оценки 9 из 10. Цена 2500 рублей. Да, кстати, вторая пластинка на розыгрыш Shadow Play в цвете серый мрамор будет подписан автором.